Иисусу молитва, она кроткая. Она ничего не просит, особенно. Ничего. Только милости. А так как мы все время грешим, то мы, Отцы, Ищи, Ты, нам рекомендует непрестанно молиться, потому что непрестанно грешим. Вот кто кого. Если мы будем... Потому что все поглощается нашей молитвой. Это не только молитва, это и покаяние. В этой молитве краткой, покаяния, мы все мкаемся. Господи Иисус, если не Бог, помилуй меня греха. Кто говорит помилуй? Тот, кто чувствует себя виновным. Ясно совершенно. Мы только милости просим. К этому к этой молитве надо припадать как можно чаще. Конечно, мы в каких-нибудь особых поступках страшных не делаем, никого не убиваем, не крадем, ни ничего. Но все-таки грешим, все время грешим. Постоянно грехи как бы неотлучны от нас. Но и молитва должна быть такая же самая. Вот кто кого. А если устанешь в молитве, как Вы говорите, усталость в молитве, все равно продолжать хоть как-то без чувства, уже сердечно. Да, да. Видите, да, потому что Вы, когда в молитве есть всякие степени, неправда? Когда мы начинаем молиться, вот мы, скажем нам, уже знаешь, нужно молиться, мы начинаем молиться и повторять эту молитву, то, Вы знаете, не ожидайте сразу успеха какого-то большого. Господь требует от нас труда. Труда. Это наше. Мы должны иметь желание молиться, затем показать, что мы не только желаем, а мы и делаем. Но этим кончается наше делание. И потому, когда мы молимся, скажем, вот по-четкам, да, вот скажем, сто раз сказали, Господи Иисусе, если не Боже, помилуй меня грешного, помилуй меня грешного, сто раз. Но это мы говорим только умом. Умом. И умом следим за словами. Хорошо. Но мы должны ждать чего? Мы должны молиться, чтобы Господь наше сердце включил в эти слова вместе с умом. Вот в чем заключается тайна молитвы сердечной. Мы молимся о том, чтобы Господь нам помог. А сердце молчит. Почему? Раз занято. Из сердца висходит, знаете, как написано в Евангелии, из сердца висходит все мысли убийства, кражи, зависти, все хотите. Из сердца выходит все. Там всегда лище всех страстей. Или же богодать и святого духа. Сердце никогда не будет пустое. Она всегда кем-то занята. Почему она не может откликнуть славную молитву? Она занята. Врагом занята. И дьявол также прекрасно знает, что в сердце вся личность человеческая. И он сразу же захватывает сердце наше. И она оккупирована, уважаясь самым современным языком, оккупирована с вражью силой. Вот. Почему мы молимся, Господь? Сердце чистое, садись в Девушине Божьем. Первым долгом. Господи, очисти мое сердце. Чтобы оно было чистое. Чтобы не было там оккупантов никаких вражьих. Вот это. Ну, и когда мы так молимся, так знаете, вот хорошо. Мы сто раз повторили Иисусову молитву. И ничего. Сердце не участвует. Вот так ум. А мы еще будем трудиться. И вдруг, в один прекрасный момент, в одну секунду, вдруг, один раз мы сказали, и сердце пошло в молитву. Знаете, это как, знаете, как, если мы тронули физический ток, и ты получили удар такой, знаете, все испытывали. Более-менее в своей жизни тронуть провод оголенный. Как-то я понял, маленький залез на дерево, а там был провод лежал, оторванный. Я не знаю, он меня ударил, по-моему, я сегодня помню, ты как он ударил. Так вот, это духовно получается так, как что-то такое новое что-то. И эта секунда, которая будет у вас, вы ее всю жизнь не забудете. Всю жизнь не забудете. И вы захотите тогда вернуться к этому состоянию. И будете уже умны, будете молиться просить, уже будете молиться более умно. Сказать, Господи Иисусе, естественно, не Боже, помилуй меня грешного. Но в чем помиловать? А вот я хочу еще раз испытать это твое присутствие в моем сердце, в моей душе. Вот это уже, это уже не мое, это уже Божие. Это же Божие. Но труд был положен. Мы упрямо, упрямо стучались, стучались, как и Стиан Каштадский говорит, и в этом вся его книга, это учение о сердечной молитве, большая книга, там около 600 страниц, это не просто какие-то рассуждения богочестивые. Нет, это про настоящее учение о сердечной молитве. Настоящее учение. И он говорит, ну на всякий лад, он кричит нам, всем русским людям. Да вы не понимаете разве, что только сердечная молитва, она сильна пред Богом. Вот. Он так кричит всем. И приводит всякие примеры. Я уже вам говорил об этих примерах. Он говорит, что это все равно, что через лупу направить свет солнечный, чтобы что-то... Загорелась бумажка здесь, и дерево загорелось через лупу. Вот это то же самое. Сердечная молитва. Мы стучимся. И стучимся сердцем своим в двери милосердия Божия. Это мы просим, все время просим. Но это настолько блаженно, настолько это, знаете, что даром это нельзя получить. Если мы получим скоро, и незаслуженно, не потрудимся, то мы отбросим это. Вот это наше несчастье. Мы себе... Или мы возмечтаем о себе, что мы уже святые, и прочие безумные глаголы. Вот это все. Так что Господь в этом отношении, просил вас, я так говорю, скупо дает, но скупо по милости Божьей к нам уже. Потому что нам только дай на одну копейку мы будем кричать на рубль, уже, что мы уже не знаю что. Наш несчастье такое. Вот такое. Вот. Горость у нас лишь сидит корнем глубоко. Так вот. Так вот. А я две, а я три. Один был такой чудак у меня, я говорил уже, в лагере Фишбек, который до 10 тысяч делал поклонов. И решил, что он теперь может идти по воде. Вот он рано в этом проснулся, у нас был большой, большой, такой, знаете, пул, в бассейн купаться. Вначале там мелко было, длиннее, а там было до 15 фут на глубине. Так он пошел, рано утром вышел, и что, он поедет по воде сейчас. Он 10 тысяч поклон делай, в день. Вот. Вступил, конечно, в буту, в свободу, и его полиция, наши местные его вытащили. И он после этого обиделся на Бога. Бывают такие чудаки, что вы сделаете? Вот, должен быть труд наш, должен быть труд. Вот это мы устаём, вот это труд. Но нужно, если устал, ну хорошо, Господи, прости меня, устал я, прости меня, но хочу, и нам снова повторять, снова браться за труд. И Господь в виде наш труд тогда, в виде, что мы настолько потрудились, что мы уже не отступим от Бога. И Господь нас посетит. И это посещение никогда вы не забудете. Никогда всю жизнь вы будете помнить это и всегда возвращаться к этому. Даже по одному воспоминанию, и то вас будет это поднимать и возбуждать к молитве. Непременно. Я провёл свою монашескую жизнь Владамирова. Я говорил, в каких простых условиях мы жили. Ни канализации, ни воды, ни отечества, ничего это не было. Всё вручную. Но я помню свои дни с умилением. Знаете, для города я так вспоминаю, мне хочется плакать. Конечно, вот так, да. Как было хорошо там, да. Да.